Продолжаем нашу программу. Самое время сегодня поговорить о водоснабжении Севастополя. Воды в Чернореченском водохранилище, мягко говоря, мало. Дожди не оправдали возложенные на них надежды. Родники пока молчат. Итак, у нас в студии Виталий Лысенко, Алексей Яковлев и Виктор Криводедов. Давайте, кто из вас берется обрисовать ситуацию с Чернореченским водохранилищем? В каком оно состоянии? Я скажу так. Вот последняя информация с аппаратного совещания. Это губернаторе. Сказано, что менее 14 миллионов от кубов воды. И воды, считают, осталось на полтора месяца. То есть, имеется в виду, что, наверное, можно идти ниже 13 миллионов, тогда, когда уже водохранилище погибнет. Там начнется мор рыбы, начнут расти водоросли и так далее. То есть, я не знаю, насколько ливень вот этих дней поможет продлить жизнь водохранилищу. А мер-то, собственно, никаких толков и не принимается. Было такое высказание, что есть озера, есть водохранилища, которые не было необходимости, не использовались. И вот их можно включить, водоснабжение. Кто этим будет заниматься? Скважины бурить тоже самое. Значит, это хорошее дело очень, но все это так, так и на словах. Атаманцев сказал, что через два месяца, в августе сказал, что через два месяца будут скважины работать. А потом направо к замечанию, что вот 19 районов, надо, значит, скважины разведать, бурить и так далее. Алексей Иванович, Вы сегодня побывали в Байдарской долине. У Вас самая свежая информация. Буквально вот три недели назад мы с Вами вместе проехали, вместе с представителями администрации города, с Советом Орлиновским. Что Вы сегодня увидели в Байдарской долине? Ну, первый выезд наш был позавчера. Наш председатель ТОСА, территориальный общественного совета, вместе с представителем водоканала съездили на водохранилище Уркуста. Ну, на самом деле, мы его установлены. Есть русло при аварийной ситуации с подачей воды в городе, при нехватке воды, можно включить. 800 тысяч кубометров с Уркуста можно по руслу поставить в Черную речку. Сегодня мы ездили и поднимали из горы, это вот напротив дачи Тесели. Там работает тоже источник один, небольшой источник, но наш, который находится на нашей территории, источник Су-Уксу. Он подает воду на дачи Тесели. Вот мы его специально ездили, взяли представителей и водоканала, представителей управления ресурсов, экологии, для того, чтобы зафиксировать его наличие, потому что документов, паспортов в Севастополе нигде нет, но он наш. Он на самом деле есть, а документов нет. Поэтому сегодня зафиксировали, будут, наверное, готовить паспорт, и мы будем обращаться к губернатору для того, чтобы этот источник поставить на баланс водоканала. Вода с этого источника не сможет подаваться в Севастополь, потому что она самотеком идет в Форос. Но продавать мы это можем. Так же, как и те пять скважин, которые находились на балансе компании «Аэросвит», подконтрольник Коломойскому, на прошлой неделе Крым забрал санаторий, забрал, вернее, национализировал эту компанию, вместе с этой компанией и наши пять скважин. И уже там сотрудники Симферополя приехали уже на насосную станцию второго подъема, и, как говорят, как бы вот мы национализировали санаторий Форос, и вот это все тоже теперь будет наше. Вот тут стесняться не надо. Эти скважины, они могут давать мощность, у них 4 тысячи кубометров в сутки. На питание всех наших сел Байдарской долины, 14 сел, по расчетам пойдет от полторы до двух тысяч. Две тысячи мы можем продавать Форосу, Меласу, санаторию Южный, то есть продавать за деньги. Сейчас же как бы выделил резервный фонд на покупку с Вилинского водохраняющего деньги на 15 тысяч, там 25-30 тысяч кубов в сутки. То есть с нас не стесняются брать деньги, нам не нужно стесняться, тот же источник Сауксу продавать ТСЛМ воду. Те же скважины, которые будут питать Байдарскую долину, подавать воду и на Форос, тоже нужно брать деньги. Это наши деньги, которые будут возвращаться в бюджет. То есть надо сказать, что вода существует, вода и есть, но она стоит больших денег. И за сушливый год вода просто становится дороже. Вода является товаром таким же, как зерно, хлеб, уголь, газ, электричество. И вполне реально то, что эти скважины должны вернуться в лоно Севастополя. Обязательно. Тут надо, на самом деле, документы все подготовили, паспорта нашли, взяли водоканал, сделал забор воды. Вода хорошая, артезианская. Проверили состояние скважин. То есть теперь только нужна подпись губернатора, документ у него лежит на подписи. И тогда эти скважины будут работать на Байдарскую долину, на все села. И мы можем продавать форосу воду, потому что там, на самом деле, есть излишек, будет воды 2000 на Байдарскую долину, 2000 форосу мы можем продавать, форосу Меласу. Это нормальная вода, на самом деле. Скоро вода будет капля воды стоить очень больших денег. Виталий Иванович, Ваш комментарий к скважинам, находящимся в Байдарской долине. Ну, я Вам что скажу, что единственное, что эти скважины, они разведывались именно для фороса, для южного берега Крым. На них в свое время было выделено ни много ни мало, а примерно в тех рублях, которых наших было, это около 10 миллионов рублей. Но вот этот вот водозабор, который его разведывали, а запасы, которые не утвердили, еще не утвержденные ни на Украине, ни кем, они просто эксплуатируются, по сути дела. Он работает уже с 60-го года, в принципе, и будет работать. И навряд ли, я думаю, что если кто-то захочет забрать у них эти скважины, там находятся люди такие, в общем-то, в принципе, которые отдыхают, и кому принадлежать они не позволят. Потому что уже раз пытался Байдарская котловина в 90-х годах, чтобы именно платили хотя бы за то, что они расположены на территории Байдарской котловины. Но почему-то не платили все время, это большой промежуток времени. Но я еще вам следующее скажу, что в наше время разведали Байдарскую котловину, и на этом прекратилась всякая разведка. Последний раз геологическая разведка подземных наших водных источников происходила в 1976 году. И то она была неудачная, немножко доразведывали Родниковский водозабор, сделали несколько скважин в Арнаутской котловине, и все. Но мы скажем так, что, в принципе, если Байдарскую котловину можно напоить этой водой, то у нас имеется еще в Арнаутской, где вода является большим дефицитом. Но и этот дефицит создался не сегодня, не вчера, не завтра, он уже существует несколько лет. Ну и, в принципе, если вода имеется в Байдарской котловине, то она должна быть и в Арнаутской котловине. Но, в принципе, когда происходила эта разведка в Арнаутской котловине, она была сделана, никто еще тогда и геологии толком не знал. Но в настоящее время есть данные, которые доказывают, что в Арнаутской котловине имеются такие же богатые запасы, которые находятся и в Байдарской котловине. Просто туда нужно, не просто это требуется вложить некоторые деньги, которые в будущем, если найти такой же водозабор, как в Байдарской котловине, то можно было бы эту воду отдавать, ну, будем на южный берег Крыма. А вы сами знаете, что южный берег Крыма с каждым годом потребляет все больше и больше этой воды. Это первое, что я хотел сказать. Ну, второе, я хотел сказать, что, конечно, если бы ликвидировать все утечки водоканала, то у нас бы не было никаких проблем с водой. Это первое, что я хотел сказать. Чисто сказать, сейчас у нас эти возникли проблемы с водой. Проблемы с водой, они знали, что они возникнут, и не возникают. У нас самое такое интересное, что вот два года проходит засушливо, и об этом все забывают. Но у нас чисто практически, чисто практически, чтобы вот так сказать, что где взять воды. Вот кто-то говорит, давайте в инкерманском карьере возьмем, выкачаем воду. Кто-то забыл, что в этот же инкерманский карьер сцепали перерабатывающие шлаки с нашего, в общем-то, мусоросжигательного завода. И что там запрещали купаться, что там дети иногда получали ожоги. И что, в принципе, когда вы только начнете качать, что сразу изменится гидрогеологический режим этого водоема, и сразу начнется подъем то, что находится у нас на дне. Это первое. Второе, я вам хотел сказать то, что, в принципе, у нас к воде относились и относятся не очень. Хотя у нас вода в настоящее время из-за того, что рост населения, он увеличивается в геометрической прогрессии, вода становится примерно дефицитом, немножко даже дороже, чем нефть и газ. Но, в принципе, у нас в Севастополе, ну, еще пока мы к этой проблеме относятся не очень так вот, но натянуты. Я вам скажу так, что у нас самое большое количество воды поставляется из Чернореческого водохранилища. Ну, представьте себе, что у нас один раз было то, что там была какая-то синяя-зеленая вода, и сразу город остался без воды. То есть у нас нет альтернативы? Да. А я, в принципе, у нас имеется возможность, у нас имеется возможность не просто добывать подземную воду, имеется во многих местах эта возможность. Я уже не хочу, мне просто времени вы не дадите рассказать эту возможность. Уже не даю. Да, уже не даю. В общем-то, но смысл заключается в том, что вода, подземная вода, она значительно по качеству и по основным показателям, она выше, чем та, которая поверхность. Но еще хочу сказать одно, что водоканал всегда говорит, что у него... Давайте мы передадим слово Виктору Ефимовичу. Он нам хочет рассказать о субмаринных водах, и как продвигается проект, который инициативная группа разработала и передала во все инстанции. Да, создан очень сильный коллектив. Копания Global Marine, Моргидопрорект, ученые Чепыженко, Самохин из Симферополя, Прусов, Юровский и ЦКБ Коралл привлечено. Короче говоря, коллектив очень сильный. И все дело в том, что надо иметь начальное финансирование, чтобы скалолазы очистили скалы от падающих камней. Есть такие товарищи тоже там, альпинисты, мастера спорта. То есть все согласен. Все просчитано. На начальные работы, на исследования конкретные уже водолазами источников на все про все надо полтора миллиона рублей. Значит, это дело, значит, обращения были во все адреса, во все партии, которые тут существуют, во все инстанции. В конце концов, родился документ, проект этого дела. И этот проект отправили в Москву на рассмотрение. Ну, я скажу, что я очень поскромничал. Я был, заводил этого дела, я поскромничал. Я побывал у директора водоканала, и попросил его дать данные по Балаклаве и по южному берегу Крыма, их потребность в воде. Но он назвал 17 миллионов кубов в сутки Балаклаве и 3 тысячи кубов для южного берега. Поэтому я не стал прогнозировать то, что пока, значит, это... Хотя оно в Академии наук все расписано, но я взял конкретные данные из научного труда по третьим и пятым угротам. И там этой воды, в общем-то, как раз обеспечивает эти 20... В самые худшие годы обеспечивает 20 этих тысяч кубов в сутки. Виктор Васильевич, но проблема в том, что добыть эту субмаринную воду нереально вот в течение месяца или даже к началу следующего года. Даже если работы проектные, изыскательные начнутся в начале года, мы эту воду получим не раньше, чем через год. Это так, действительно. Есть, правда, вариант. И я его, значит, прорабатывал. Если такая нужда будет большая, подогнать водолей и использовать его насос, его емкости для того, чтобы воду эту собирать и отправлять на корабли, допустим, и так далее. То есть подходят другие водолеи, забирают воду и так далее. Ну, это крайний вариант. А так, вообще, конечно, проработан вариант такой, что будет энергия, значит, используется Балаклавская, по ней, значит, к ней пойдет... Это водовод 500 миллиметров, значит, этим диаметром, и та энергия, которую будет давать, значит, Балаклава, будет качать эту воду из... Судя по тому, какой проект предлагали специалисты, насосы устанавливаются на набережной Балаклаве, где-то в районе КНС. Туда подходит пластиковая труба, проложенная по дну на глубине 30 метров для защиты от штормовой нагрузки. И электроэнергию не придется перекачивать на мыс Ая. Электроэнергия будет приводить действие насоса непосредственно в Балаклаве. И вода эта будет закачиваться либо в систему через фильтры, либо в какие-то емкости. Вот такой вариант предлагали специалисты. Прорву, вот еще вариант привлечения олигарха. Есть такой вариант. Разрабатывался КБ «Коралл» когда-то. Шельф-курорт, подводный ресторан, плавый гроцентр и так далее. То есть, если привлечь бы олигарха, и там бы иметь емкость и энергию, то это было бы очень здорово. Заодно получить финансирование, и они бы имели прибыль от продажи воды. А цена воды, кстати, вот посчитанная, которая отправлена в Москву, 6 рублей за, значит, это кубометр. Алексей Иванович, скважины Байдарской долины. Мы их посмотрели, мы знаем, мы считаем, что села Байдарской долины можно запитать от этих скважин. Скважины на территории Севастополя. Реально ли их количество увеличить и ввести в эксплуатацию те, которые сегодня не эксплуатируются? Сейчас на территории Севастополя находится очень много скважин. Часть мы просмотрели, люди звонят, звонят нам на наш общественный телефон. Единственное, что эти скважины, опять же, нельзя подать в водосистемы, их нужно подавать на честные, и только потом в систему. Они разбросаны по городу. Даже вот там с Максимовой дачи позвонили, говорят, есть скважина, пожалуйста, она не работает. Но в любом случае в питьевую воду не подашь. Либо ее нужно на машины грузить, либо запускать. Почему сейчас водоканал, как бы ему, я насколько знаю, выделили деньги водоканалу, они хотят пять скважин бурить и запускать на очистку потом в город. Я думаю, что даже вот это делать надо с привлечением научных работников и геологов. Вот я так думаю. Виталий Иванович, есть ли у нас такие научные работники, есть ли у нас такие геологи? Есть, наверное. Ну, в принципе, есть вообще-то такая интересная, хорошая мечта у некоторых, что на 17-м гидроузле пробурить скважины глубиной, по-моему, от 300 до 400 метров, и там получить сразу около 15-20 тысяч кубов чистой воды, и, в принципе, в результате этого будут решены многие вопросы водоснабжения. Чисто как геолог я скажу, что это, в принципе, липа, которая, ну, в принципе, пахнет. Почему оно как геолог? Потому что чисто практически имеется территория Гераклейского полуострова хорошо избуренная. В настоящее время у меня имеются там геологические разрезы, которые бурились, ну, специально специалистами. И там получается так, что в этом интервале находятся, будем говорить, или изверженные породы, которые безводные, или оливролитоглинистые песчаники, которые тоже без воды. Ну, а если бы были такие большие запасы, как там говорят, 10-15 тысяч кубов, то это, в принципе, они должны были откуда-то с какой-то площади поступать. Или там на большой глубине должен был находиться, как некоторые говорят, что озера. Но я знаю этих, ну, фантастов, любителей. Дело в том, что мы Красильникова бурили в районе аэродрома, и ГОХ и его компания с нашего института ядерного выступила с идеей, что вот выдала нам точку, которая сказала, что вот вы здесь пробурите, здесь будет 70 кубов в час. Ну, я сказал, что, говорю, на этой точке больше 50 кубов в сутки не получите, а если мы сдвинемся немножко дальше по аэродрому, там будет, ну, примерно 120-130, то есть в два раза больше. ГОХ сказал, ну, в принципе, тут 70 кубов в час. Я говорю, Виталий, ну, какие 70 кубов, если там глинистые породы. Но Красильникова, ему 70 кубов, в принципе, ну, забило всю голову, он сказал, да, буритесь здесь. Вот мы пробурили 170 метров, попали в глины, в которой воды вообще нету. Приехал ГОХ Виталий Алексеевич, я забыл его, как звать по отчеству, но он, в принципе, сказал, когда я ему сказал, говорю, Виталий, здесь же нет воды, вот видишь, глинистый, говорю, тут фиоленто. Он мне сказал следующее, вы знаете, мы спутали золотую аномалию с водной. Ну, и такие вот путания золотой аномалии с водной было не одно. Есть несколько садоводческих товарищей, которые бурили по этой же технологии, которую он предсказал. И кроме золота ничего не нашли. Золото они тоже. Если бы был умный человек, он сказал, давайте промоем весь этот керн, и то золото, которое мы пробурили, да, в принципе, мы вернем. Согласны? И, Виталий Иванович, золото там, безусловно, есть, и платина, и серебро, но в таких ничтожных количествах. Да, да, да. Нам же дарили одно месторождение золота. На Инжире. Да, на Инжире. И некоторые копали по 40, по 60 метров шурфы, понимаешь, в общем-то, и приходили ко мне и говорили, почему, в принципе, применяю все те химреактивы и не получаю платины, понимаешь? Я им объяснил. Уважаемые коллеги, у меня есть предложение, каждый буквально по несколько слов ответит на одну занятную идею, которую сегодня мне по телефону высказали наши же специалисты, ваши же коллеги. Пора строить опрочнительный завод. Виктор Ефимович, ваше мнение. Да, при таком росте города, я так понимаю, что не обойтись, наверное, потому что ни котельные, ни водоснабжения толком, значит, не будет. А питьевую воду брать из скважин, брать из источников имеемых. Все наши балки имеют подводные реки, по сути дела. Вот так, как берут воду из Черной речки, вот, это с подземли, такой же метод надо применить делегатской балки, к лабораторной, к килинбалке, там, кстати, 13, он берет воду уже. Виктор Ефимович, вы отвлекаетесь, а председательный завод строить или не строить? Надо строить. А у нас есть ли энергоресурсы для его работы? Найдем. Так. Алексей Иванович, ваше мнение. Ну, мое мнение может быть такое, если сейчас цена кубометра у нас, берем жителей 18,36, да, то я слышал, только слышал, не могу подтвердить, что цена после того, как опреснять воду, будет стоить 140 рублей. Может быть, это неправда, но я это слышал. Так, я скажу, можно? Ну, во-первых, я скажу так, что, конечно, для технических нужд, если кто-то желает, то может себе построить и пресенитель. Я пил эту воду в Шевченко, ну, на Белевую Каспию. Знаю, что это за вода, и, в принципе, там большая очередь стоит за тем, что, когда привезут из, с юга баржу с водой, там с чайниками разбирают. Это первое. Второе, я скажу так, что зачем нам строить этот опреснительный завод, если вот сейчас, как у нас, товарищи, у нас получается сейчас то, что у нас стоки, которые уходят в море, в море, есть технологии, которые можно очистить так, что можно использовать вторично эту воду для полива, ну, в принципе. Это большое количество воды, я думаю, что пройдет время, и эта вода будет использоваться именно для нужд полива, потому что у нас, чисто сказать, город высыхает. После мая месяца у нас все клумбы, все они, в принципе, превращаются, трава высохла, в принципе, у нас город становится желтым. Поэтому, в принципе, я считаю, что нужно строить не опреснительные, а нужно строить качественные, качественные, первые качественные очистные сооружения. А второе, у нас имеется много таких узлов, которые, если разработать, можно увеличить количество воды, потому что население у нас растет. У нас, во-первых, Любимовский водозабор, во-вторых, у нас имеются большие потери при спуске по реке Черной. Виталий Иванович, у нас время передачи очень ограничено. Я буквально два слова добавлю от себя. В прессе я увидел статью, где было такое высказывание, вот завтра пойдут дожди, послезавтра у нас польется вода в водохранилище, водохранилище будет заполнено. Нет, не совсем так. Теоретически и практически водоснабжение Чернореченского водохранилища идет из карстовых полостей. А вот карстовые полости должны сначала заполниться водой, осадков, выпавших дождей. На это уходит месяц, два, иногда три. После хороших ливней уровень воды в пещерах, это подтверждают все спелеологи, это я сам видел многократно, начинает подниматься не сразу, не в день паводка, не в день ливня, а через месяц, через два. Ну, в электромагнетизме это называется петля гистерезиса. Точно так же, когда наступает засуха на Яйляе Петринской, вода не исчезает сразу в этих ручьях, она исчезает только через месяц, два, три. И мы сегодня до сих пор получаем из реки Узунжи воду, которая попала в подземные полости еще в марте, апреле этого года, зимой. Так что надеяться на то, что вода сразу после дождя попадет к нам в краны, это... Я еще хотел добавить. Я извиняюсь, у нас программа по времени уже вышла за рамки. Следующая встреча, мы поговорим о...